Сейчас мы видим, что современная система здравоохранения, в том виде, как она существует, не работает, потому что тело в ней рассматривается просто как тело. Сейчас мы признаём, что мы больше, чем просто физическое тело, и что наш ум, эмоции и дух влияют на наше здоровье и благополучие. Эти научные данные начинают менять наш взгляд и на здравоохранение. Сейчас в Соединённых Штатах 75% затрат на здравоохранение связаны с поддающимися профилактике хроническими заболеваниями, многие из которых являются результатом стресса. Стресс и выгорание называют болезнью цивилизации. Когда я в первый раз пролетел в Соединённые Штаты, повсюду люди говорили об управлении стрессом. Я не мог этого понять. Потому что в моём понимании мы хотим управлять тем, что имеют для нас ценность — семьёй, имуществом, бизнесом. Зачем кому-то хотеть управлять стрессом? Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что очень многие люди пришли к выводу, что стресс является частью их жизни. Стресс не является частью вашей жизни, или вашей работы, или чего-то ещё. Стресс — это просто ваша неспособность управлять своим телом, умом, эмоциями и жизненными энергиями. Если вы не знаете, как управляться со своим телом, умом и эмоциями, вы будете испытывать стресс. Стресс означает, что внутренние измерения того, кем вы являетесь, испытывают трение. В мире и так достаточно трений и разногласий. Каждый день в повседневной жизни нас ожидают трения и испытания. От этого никуда не деться. Но если трение начинается внутри этого устройства, если внутри этого механизма появляется трение, тогда вы становитесь ослабленными. Это начинает подрывать ваши силы. Вот как большинство людей чувствует себя сегодня. Это всё равно, что управлять автомобилем без машинного масла. Через 10 минут всё начнёт приносить стресс, всё внутри начнёт издавать ужасные звуки. Вот через что сейчас проходят люди. И это вызывает у них самые разные психосоматические заболевания. Я бы сказал, что 70% болезней, от которых сейчас страдает человечество, люди создают сами. И только около 30% происходит по внешним причинам. Из-за вторжения микроорганизмов, инфекций и тому подобного. У некоторых людей есть врождённые склонности к заболеваниям. Но по крайней мере 70% создаются самими людьми и легко обратимы, при условии, что мы сможем уделить внимание отдельному человеку. И я могу показать вам примеры сотен и тысяч людей. Эти люди выздоровели без какого-либо лечения. Они избавились от болезни только потому, что пришли к ощущению жизни, в которой нет стресса. Допустим, сейчас я пообедал, и я сижу здесь и разговариваю. Если я замерю свой пульс, он будет где-то 50-60 ударов в минуту. Если бы у меня был пустой желудок, я бы спокойно посидел здесь в течение пяти минут, пульс бы опустился где-то до 40. То есть о возникновении стресса не идёт речи. Если стресс отсутствует, на поддержание тела требуется гораздо меньше энергии. Сейчас есть исследования, которые подтверждают, что простая 15-минутная медитация и ваш метаболизм снизится до 24% в сознательном состоянии. Существует достаточное количество научных исследований, чтобы показать, что человеческий механизм может функционировать более расслабленно. Это не функционирование с усилием. Сейчас, перед тем, как что-то сделать, всем нужно накачивать себя вот так и только потом действовать. Нет, можно действовать очень мягко. Когда я говорю «мягко», это не значит быть позади кого-то или снижать свою производительность. Можно сделать так, чтобы человеческий механизм функционировал на разных уровнях. Если внутри себя вы находитесь в определённом состоянии умиротворения и покоя, сейчас, если я закрою глаза, мир для меня просто исчезнет. Он для меня не будет существовать. Так что очень важно то, в каком состоянии вы поддерживаете свою систему. Скоро будет отмечаться Международный день мира. Для того, чтобы наступил мир, человек должен познать умиротворение внутри себя. Всё, что происходит в обществе, это просто проявление того, что происходит в умах отдельных людей. Когда сознание отдельных людей в таком беспорядке, как можно добиться мира во всём мире? Это будут лишь пустые разговоры. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»